Добрый вечер! Вы смотрите открытые новости из города Бийска. Меня зовут Анастасия Романова и вот главные темы этого выпуска. Для регионов с низкими экономическими показателями будут определять приоритетные направления развития. Вопрос обсудили на совещании правительства. Больше сотни ДТП с участием детей произошло за этот год. Какие меры принимают в регионе для того, чтобы не только водители, но и дети стали внимательнее на дороге? Алтайский край добился включения в список регионов, которым будут назначены федеральные кураторы. По словам губернатора Виктора Томенко, кураторы займутся координацией работы ведомств, а также выбором самых важных для региона направлений и проектов. То, что мы добились туда включения, это позитивный и положительный результат нашей работы. Ну, первый шаг, по крайней мере. Результатом работы должна стать программа, а вообще результатом работы должно стать реальное ощутимое улучшение жизни. Отдельных показателей, отдельных параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше. И мы будем над этим с вами работать. Напомню, первоначально в список было включено всего 8 регионов. Алтайский край вошел в него благодаря планомерной работе краевых властей с федеральным центром. Куратором Алтайского края назначен глава Минтруда Максим Топилин. Федеральное кураторство позволит разработать программу ускоренного развития региона. Губернатор края также напомнил, что отставание возникло не сегодня и не вчера. Задача сегодняшнего краевого правительства решить доставшиеся по наследству социально-экономические проблемы региона. Национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги вышел на новый уровень. Ремонтные и строительные работы затронут каждый район Алтайского края. Будет обновлено больше 200 объектов. На реализацию национального проекта в этом году было выделено порядка 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. В этом году к нему присоединился город Бииск. Подробности у Лены Хорошавцевой. В Наукограде в самом разгаре дорожная страда. В этом году здесь обновят 18 участков улиц. Не просто залатают дыры, а снимут старый и положат новый асфальт строго по ГОСТу. На участках работает дорожно-строительное управление номер один. Строители которого часто становятся лучшими в своей отрасли на различных соревнованиях и конкурсах. Задействованы десятки единиц техники. Дорожники работают с 7 утра до 9 вечера. Подрядчик дает гарантию – 10 лет качественного асфальта. На этом участке предполагается два слоя. То есть нижний слой и верхний слой укрепляющий. Толщина варьируется от 5, одного слоя до 7. То есть общий слой получится не меньше 13 сантиметров. То есть он все выдержит. Все будет зависеть от того, как будут за ним ухаживать, содержать. В этом году на ремонт дорог в Бийске выделено порядка 300 миллионов рублей. Отремонтируют бульвар Вали Максимовой – улицу, которая встречает гостей Наукограда. Улицу Гелева – старый центр, где сосредоточены основные достопримечательности Бийска. А также улицы, соединяющие центр Наукограда с отдаленными микрорайонами города. Их ремонт разгрузит дорожный трафик и устранит дорожные заторы в час пик. Во-первых, здесь учитывается мнение и всех жителей города Бийска. 9 сентября 2018 года в рамках выбора губернатора Алтайского края были организованы участки, где жители могли проголосовать за ремонт конкретных улиц, где необходимо. Плюс была проведена диагностика данных улиц в зависимости от класса, от интенсивности и принято совместное решение. Дорожники обещают – автомобильных заторов на время работ не возникнет. Строители работают быстро, давая возможность автомобилистам легко миновать ремонтные участки. Кстати, в этом году бульвар Вали Максимовой также попадает под реконструкцию в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». И уже скоро будет радовать жителей и гостей города своим обновленным видом. Сегодня завершаются дорожные работы на улице Вали Максимовой и перемещаются на нефтебазу. Сам же подрядчик обещает выполнение планов национального проекта «Безопасные качественные дороги в городе Бийске» раньше поставленных сроков. Лена Хорошавцева, Алексей Шаульский. Новости. 117 ДТП с участием детей произошло за последние 5 месяцев в Алтайском крае. Причем 4 ребенка погибло, еще 123 получили серьезные травмы. По словам полицейских, причина таких трагических случаев – необоснованное и рискованное поведение на дорогах не только водителей, но и самих пешеходов. Сейчас пора летних каникул, и, как правило, на это время приходится львиная доля подобных ЧП. За 5 месяцев у нас выявлено 11 дорожно-транспортных происшествий, где дети были либо неправильно пристегнуты, либо вообще были не пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому есть такие у нас случаи еще, когда родители нарушают правила дорожного движения, рискуя жизнью своим собственным ребенком. Как в крае организована безопасность дорожного движения и какие работы по повышению ее эффективности ведут? Расскажет в программе интервью дня Наталья Косихина, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Алтайскому краю. Смотрите в 17.45. Также на эту тему мы поговорим с министром образования Алтайского края Максимом Костенко. Эфир в 17.15. Сельское хозяйство тоже становится цифровым. Умная техника не только вспашет поле и соберет урожай, но еще и предскажет урожайность с высокой точностью и сэкономить позволит. С новыми технологиями познакомились алтайские аграрии на семинаре, который провела в Барнауле торговая компания Европа-дилер Ростсельмаш. Это техника с искусственным интеллектом. Без механизатора пока не едет, но многие сельхозпроцессы уже контролируют. У каждой из этих сельхозмашин производства Ростсельмаш предустановленная система дистанционного мониторинга Агротроник. В режиме реального времени главный инженер хозяйства с планшета или телефона видит все параметры каждой машины. Что такое цифровая революция в сельском хозяйстве, рассказали алтайским аграриям специалисты Ростсельмаш. Семинар организовал официальный дилер, торговая компания Европа. 10 комбайнов, 9 моделей Торум 750 и 1 Акрос 595+, с предустановленной системой Агротроник, сразу ушли в одно из хозяйств края. Система Агротроник комплектуется практически ко всем тракторам, комбайнам, косилкам и опрыскивателям производства Ростсельмаш, что позволяет аграрию получить не просто хорошую высокопроизводительную технику, но и целый ряд сервисов, которые связаны с контролем машины, с автоматическими выдавлениями о наступающем ТО. Тем более, что с многими машинами Агротроник комплектуется совершенно бесплатно в базовой версии. Перспективная разработка «Фармтроник» вскоре позволит предсказывать урожайность на каждом поле и, исходя из этого, давать механизаторам задания на день дистанционно, через программный интерфейс. Неэффективное использование инструментов – это потери до 40% урожая. Агробизнес без потерь – это цифровое сельскохозяйственное производство будущего. Наша работа, вот она такого плана, миссионерского плана, показать, что этот продукт существует, доказать, что он эффективен. И мы получили отклик со стороны клиентов, понимание, что завтра будет поздно уже внедрять такие продукты, потому что бизнес стремительно меняется. Такие вещи, они просто необходимы для эффективного бизнеса. Прикоснуться к будущему, которое совсем рядом, можно на дне поля – в крупнейшем агрофоруме Алтайского края. Здесь техника, которой еще нет на полях Алтая. Зерноуборочный комбайн «Нова-340», трактор «Россельмаш-24-00», канадский трактор на классической раме «Версатайл-340» и впервые на Алтае техника для внесения органических удобрений датской компании «Самсон» и комплексное решение для кормозаготовки от поля до кормового стола. Максим Милосердов, Анатолий Коваленко – Новости. Как рождается тепло и электрическая энергия, узнали барнаульцы. Ежегодный день открытых дверей и фестиваль потепления провела сибирская генерирующая компания. Жители города побывали с экскурсией на ТЭЦ-3 и участвовали в праздничных мероприятиях. О том, как это было, расскажет Ата Геворгян. Самая большая и современная фабрика по производству тепла и электроэнергии в Алтайском крае – барнаульская ТЭЦ-3 распахнула свои двери перед всеми желающими. Фестиваль потепления прошел вот уже в третий раз. В выходе из отопительного сезона мы организуем такие мероприятия исключительно для того, чтобы познакомить жителей города Барнаула с производством, как получается электрическая энергия, тепловая энергия, непосредственно изнутри. Как это происходит, рассказать технологию производства, показать какие-то цифры, показать людей, которые это делают своими руками. Ежегодно барнаульская ТЭЦ-3 вырабатывает треть электроэнергии в масштабах региона. Ее мощности хватает, чтобы вскипятить 9 миллионов двухлитровых чайников. Увидеть турбинные цеха, щит управления котлами и турбинами пришли тысячи человек, точнее 1200. Вообще я в восторге, если честно. И экскурсию нам проводил сам директор ТЭЦ-3. Все объяснил, показал. И, ребята, нам не стоит вообще огорчаться на ТЭЦ-3, то, что у нас отключают горячую воду, потому что это все для ремонта нашего города, наших труб, чтобы мы были теплые, помытые и счастливые. Как работает компания, как снабжает нас электричеством и водой. Очень интересно. Эмоции только положительные. На самом деле я очень много чего узнал, как у нас вообще обеспечивается энергия, город. Никогда не знал, никогда не видел, а тут узнал и увидел. Суперкласс. Потепление было не только познавательным, но и развлекательным. За весь день фестиваль посетили около 11 тысяч человек. На зеленой площадке ТЭЦ развернулись мастер-классы и фотозоны, а на сцене зажигали известные сибирские музыкальные группы. Ведущими праздника стали звезды шоу «Импровизация на ТНТ» Арсений Попов и Антон Шастун. А в завершении для гостей выступила группа «Ума Турман». А сейчас к новостям спорта. Большой футбольный праздник под названием «Матч на Алтае» прошел в краевой столице. Впервые в Барнаул и в наш регион прилетели комментаторы федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». По битам за столичными коллегами ходил Дмитрий Гладких. Футбольный турнир «Матч на Алтае» вызвал небывалый ажиотаж у гостей жителей краевой столицы. Увидеть своими глазами топовых комментаторов страны, которые ежедневно рассказывают о спорте из голубых экранов, в Барнауле для многих казалось настоящей утопией. Спортивный комплекс «ТЭМ» был забит до отказа. В составе делегации в Барнаул прилетели Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Масаковский, Денис Левко и пресс-аташе московского хоккейного клуба «Спартак» Владимир Самохин. Инициатором всего этого стал наш земляк Барнаулец Михаил Миломед, который благодаря своему новому проекту «Миломедия» и сумел привезти известных медийных личностей на Алтай. В течение двух дней гости из столицы проводили мастер-классы, общались с местными журналистами, приняли участие в фото и автограф-сессии. Цель визита – просто расширение кругозора. Никто из нас никогда вообще в жизни не был на Алтае и даже не мечтал здесь побывать. И поэтому поставить такую приятную галочку, что Алтай был, да, уже неплохо. Что касается ожиданий, здесь мы как раз не хотим подавляться Андрею Аршавину, чтобы наши ожидания были нашими проблемами. Мы открыты для всего, что нам предложат. И будем только счастливы увидеть так много, насколько это возможно. Мы ни в жизни не думали о том, что появится такой шанс в такой замечательной компании оказаться на родине Василия Макарча, посмотреть на то, как там люди устроены, можно так сказать, что это за природа и выдающиеся места, конечно. За несколько часов до начала футбольного матча с московскими комментаторами жители нашего региона могли принять участие в разных конкурсах, связанных с футболом. Снукболи, жонглировании, попадании по мишеням, мячами. Кульминацией всего вечера стал футбольный турнир «Матч на Алтае». В нем приняли участие четыре коллектива. Правительство Алтайского края, известные спортсмены нашего региона, журналисты Барнаула и наши гости, комментаторы «Матч ТВ». Футбольный антураж перед играми зашкаливал. Команды выходили из-под трибунных помещений на газон, как в современном футболе, держа за руку воспитанников школы «Темп». Бурными аплодисментами встретили болельщики-гостей из Москвы, которые были удивлены такому теплому приему. Они в небольшом приятном шоке от того, что происходит. Например, Сережа Кривохарченко, проходя со мной по коридору, сказал, обалдеть, сколько людей, сколько будет людей видеть наш позор. Но если без шуток, они действительно в приятном шоке от того, что куча народу пришла посмотреть. Не знаю, как в других городах, насколько я вижу, по их эмоциям для Барнаула это нечто особенное, какая-то история из ряда вон. Поэтому они пытаются принести максимум в каждом мероприятии, в котором участвуют. И со студентами, и с журналистами. Уже в первом туре сборная краевого правительства одержала уверенную победу над командой «Матч ТВ» 4-1. Во второй игре против спортсменов вырвала «Викторию» 2-1 и стала недосягаемой для других конкурентов. Второе место по итогам турнира у сборной известных спортсменов Алтайского края, в составе которой выделялись экс-игрок Казанского Рубина, а сейчас футбольный тренер Александр Яркин, дзюдоист Иван Нифонтов, тхеквандист Альберт Гаун. Бронзовые медали в руках спортивных журналистов. Они единственная команда, которая во всех трех матчах отыгрывалась, но победить так и не сумела, сыграв все свои встречи в ничью. Четвертое место у гостей из «Матч ТВ». Сегодня и завтра комментаторы из Москвы проведут в Горном Алтае. В ходе поездки они посетят село Сростки и насладятся живописной природой. Дмитрий Гладких, Михаил Лифуншан. Новости. На этом «Открытые новости» завершает свою работу в «Бийске». Спасибо, что были все это время с нами. Смотрите выпуск в 20.30 из Бурнаула. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова